Всем большой привет! Всем здравствуйте! Спасибо большое, что зашли на это видео. Приглашаю всех заинтересованных на такой формат, который я делаю уже, наверное, в третий раз. Это мое видео о том, стоит ли покупать какую-либо новинку, которая вышла совсем недавно. И я хочу делать этот формат, наверное, не только для себя, но также и для вас, чтобы дать понять и, может быть, задуматься, что у вас есть в коллекции, немножко поковыряться в ней, понять, нужны ли вам эти тени, как вам эти макияжи, хочется ли вам эту палетку или нет. И поэтому, да, снимаю вот такой вот коротенький, как говорится, обзорчик на то, что есть в коллекции. И очень надеюсь, что он вам тоже, как и мне, пригодится и, возможно, даст понять. Я не сказала, на что я собралась снимать отчет. И я, наверное, уже думаю, что по названию вы поняли. Палетка, которая просто, не знаю, какие-то смешанные чувства мне в голове сейчас производит. Не дает мне покоя, постоянно я про нее думаю. И мне кажется, я уже свыклась с мыслью, что, наверное, все-таки, возможно, надо эту палетку будет и брать. Но это палетка от Наташи Диноны. Она называется Retro. Это ее миди-формат. Вышла совершенно недавно. Я думаю, что уже, скорее всего, когда я выпущу это видео, пойдут какие-либо обзоры на нее. Но все равно я решила сделать небольшой ресерч, то есть поковыряться немножко в своей коллекции. И также показать и вам, что я нашла из того, что уже имеется. У меня на данный момент какие-то, возможно, ну не совсем аналоги, но близкие по цветам тени. Также покажу, как я сделала этот макияж. И, конечно же, в основном будут это мои дюпы. Я абсолютно не претендую на то, что это стопроцентные аналоги. Я не могу сказать, что это качество такое же, как у Наташи. Нет, это совершенно не то. Но однозначно я хочу попробовать немножко посвочить также все свои тени, создать свой аналог этой палетки и поделиться своими мыслями с вами. В общем, если вам интересна эта тематика, то, конечно же, оставайтесь со мной. Итак, я уже насмотрелась какую-то кучу видео спойлеров, видео сводчей, каких-то сникпиков и, в общем, всего остального в интернете. И, честно сказать, решила взять небольшие кусочки, скриншоты из стори с самой Наташей, когда она сводчила палетку. Мне кажется, именно в тот момент я стала понимать, что палетка не настолько скучная, как мне казалось бы, и не настолько простая. Вообще, в принципе говоря о ретро, честно говоря, наверное, как и многие, я ожидала немножко другой гаммы. Забегая наперед, скажу, что у меня нет маленькой ретро. Я ее не купила в свое время, потому что мне показалось немножко, она светловато для моего оттенка кожи. И я очень переживала. Я видела, что на более такой вот желтом, загорелом подтоне зеленый оттенок немного тушуется в грязь. Поэтому я немножко пропустила этот запуск, но вот данную палетку мне почему-то не скажу, что хотелось сразу брать. Потому что я согласна, что это очень заезженные цвета. Это очень такая базовая вообще гамма, которая не совсем не напоминает ретро. Я бы ее, эту палетку назвала, наверное, Mauve Love. Мне кажется, она как-то больше ассоциируется с палеткой Love, более подходящая для того, чтобы выйти на 14 февраля. И, честно говоря, мне не хватает в ней каких-то таких более гранжевых зеленых оттенков. Но, несмотря на это, первый мой взгляд, первое мнение, впечатление это точно нет. Но потом, когда появились свочи, я начала рассматривать эту палетку. Ну все, тут мое сердце заколотилось. И я решила, что, возможно, оно мне и надо. Но давайте, ладно, сейчас приступим, начнем. Итак, я буду использовать сегодня в основном две палетки. Это первое, что пришло мне в голову, что есть в моей коллекции. Это, конечно же, Huda, ее палетка Notti и палетка The New Nude. Я думаю, что здесь можно было бы найти максимальное количество цветов, но посмотрим. И также здесь у меня будут участвовать некоторые единичные оттенки. А также вот такая вот маленькая палеточка от Viseart. Это у меня палетка Lila. Первый оттенок в палетке у Наташи выглядит таким холодным, розовым, очень блестящим, с переливами. Симпатичный оттенок под названием Glitz. И, на мой взгляд, это небольшой аналог вот этому единичному оттенку от J.D. Glow. Это и тенюшка, однушка из линейки Galaxy. Она называется SYN. Очень, мне кажется, похож этот цвет на то, что нам сводчила Наташа. И я решила выбрать его для начала. Вот так вот он выглядит у меня на руке. Я надеюсь, что он максимально, конечно, похож. Далее, следующий цвет. И для этого и последующих цветов мне понадобится палетка Denue Nude от Huda Beauty. И у нее оттенок называется Go Go. Это такой очень интересный какой-то... Хотя она сказала, что это нюдово-розовый. На мой взгляд, он немного имеет какой-то персиковый потон. Но максимальнее всего, все, что я засводчила из этой палетки, мне показалось ближайшим аналогом. Будет оттенок вот этот посерединке Tickle. Он очень интересный. Он, конечно, не такой, как у Наташи. Но мне почему-то показалось, что это ближайшая формула, ближайший такой цвет. Хотя у нее немного вроде как выглядел персиковым этот оттенок на руке. Но на других сводчах я думаю, что все-таки это какой-то вот такой оттенок переходного матового финиша. И выбираю я его. Далее, следующий цвет у нее назывался Amara, который она показала. И я так поняла, что это копия ее оттенка из палетки Lila. То есть это практически аналог. Она выводит Lila с продажи. Поэтому, видимо, она решила перенести все свои любимые цвета в палетку Retro. И мне кажется, у Amara такой ближайший аналог будет оттенок Spanked. Вот этот вот. Тоже красивый, такой более глубокий, да, маувовый оттенок. Я даже не знаю, как их назвать. Они очень ягодные, очень красивые эти цвета здесь в этой палетке. Конечно, уже худо-суховато, я скажу. Это надо признать. Здесь, да, палетка не молодая. И приходится несколько раз наслаивать. Так, и вот это мой аналог на цвет Amara. И вот как-то, мне кажется, приблизительно такая у нее должна быть тематика. Далее Наташа показала нам невероятно красивый цвет. Такого какого-то нейтрально-коричневого, блестящего. Очень красиво он выглядел у нее на свотче. Оттенок называется Pastry, кажется так. И это какой-то новый оттенок. На мой взгляд, я аналог нашла в палетке Noti. И хочу выбрать вот этот вот оттенок Please Me, который тоже очень люблю. Это красивый металлик с невероятно переливающейся формулой. Очень здесь много различных мелких блесток. Он очень красиво смотрится на веки. И мне кажется, конечно, он немножко здесь такой яркий у меня. Но у Наташи он посветлее. Может быть, чуть более уходящий в желтый. Ну, не знаю, сложно сравнить. Ну, как бы, да, я решила выбрать вот этот. Хотя еще один аналог, который, возможно, даже еще ближе к Наташиному. Это будет вот эта вот палетка от Pat McGrath. Ее новинка. Хьютопиан. Ну, возможно, не у всех она есть. И вот этот вот цвет мне показался тоже, вот я его здесь рядышком засвочу, максимально похожим на призме из палетки Huda Noti. Ну, надеюсь, да, возможно, не совсем будет видно. Но мне почему-то кажется, что они плюс-минус близки. Просто у Pat больше блесток, а у Huda здесь минимальные еще микроблесточки, которых практически незаметно. Но так, в принципе, на глазах, мне кажется, вы этот цвет не отличите. Далее был нереальный оттенок такого холодного коричневого, который Наташа представила очень-очень как-то ярко у себя в Stories. И он назывался Apart. Мне он больше всего понравился. И мне кажется, это такой вот самый уникальный оттенок, который, в принципе, мне было очень сложно продублировать. Но мне кажется, я нашла вот по такому настроению что-то похожее у себя в коллекции. Это будет вот этот оттенок, который называется Americano. Это у меня Makeup Geek. Уже, к сожалению, нет вот этих кругленьких теней. Это очень интересный оттенок холодного кофе. Он такой прямо действительно переходит на века и неплохо, в принципе, тушуется. К сожалению, невозможно его достать сейчас. И он, да, не знаю, не могла больше ничего похожего найти. Я надеюсь, будет как-то, наверное, чуть более похожим этот оттенок на то, что представила Наташа. Возможно, у нее он более холодный, более такой, конечно, не такой коричневый. Здесь он, кстати, кажется более темным у меня на руке. Но по факту на глазах, мне кажется, это самая холодная версия всего, что у меня есть. Следующий оттенок называется Vivienne. И он достаточно простой, светлый, матовый, практически белый. И тоже мне было сложно найти на него аналог у себя в коллекции. Но я решила взять палетку The New Nudes от Huda и смешать вот эти два Bare и Play. Мне кажется, в таком варианте тогда что-то более подходящее может получиться на тот оттенок, который она нам презентовала. Но я думаю, что вы абсолютно точно ничего не увидите у меня на руке, потому что здесь, конечно, это светлые оттенки, их почти не видно. Но у Наташи там тоже, мне кажется, практически не было заметно ничего, что у нее происходит. Остаемся в этой палетке и идет очень красивый оттенок, невероятно такой насыщенный, мне кажется, чуть более глубокий, чем она показывала вот этот вот предыдущий. Оттенок называется Helio и это, мне кажется, из ее палетки Lila также копия. И, на мой взгляд, оттенок Charmed из палетки The New Nudes будет тогда максимально подходить под то описание, что дала нам Наташа. Я не знаю, мне кажется, он более темноват, чем Please Me. Но все равно на камере выглядят абсолютно одинаковыми. Но, может быть, их надо заменить местами и тогда будет более лучший аналог. Но мне почему-то кажется, что, да, вот именно оттенок Charmed хорошо под описание и по сводчу был похож на оттенок Helio из ее палетки. Но вот пока как-то так. Следующим оттенком она показала вот этот вот необычный холодный такой лилово-серый какой-то цвет, который, честно говоря, меня немножко напугал. Но я понимаю, что она хочет его включить в эту палетку для вот такого контраста, для разных вот этих температур в палетке. И я очень надеюсь, что на более темной коже он не будет уходить в грязь. Но аналог быстро у меня нашелся в моей палеточке Lilas от Viseart. И тот оттенок назывался Nude Mauve. И, на мой взгляд, в палетке маленький оттенок Tiramisu максимально, может быть, похож на то, что нам показывала Наташа. Вот он достаточно такой серый, холодный. И я очень надеюсь, что будет, наверное, ближайшим аналогом к Наташиному Nude Mauve. Вот так вот он выглядит. Он достаточно здесь так выбивается, более такой светлый. Но я очень надеюсь, что он, возможно, близок к тому, что мы видели в сториз. И последний оттенок, который она тоже показала рядом вот с этим. И я остаюсь в палетке Lila. Мне кажется, ближайший аналог будет рядышком стоящий здесь оттенок под названием Argent. Это очень красивый, такой холодный металлический цвет. Нереально классно смотрится на веки. Мне очень нравятся эти тени от Viseart. И вот так вот выглядит сейчас этот оттенок, засвоченный рядом с оттенком Tiramisu. Мне кажется, они максимально похожи. Это очень как будто бы близкие. И не знаю, может быть, конечно, он холоднее. Может быть, в палетке у Наташи там больше какого-то серебра. Но я надеюсь, что вот какой-то такой вайп однозначно это все дело передает. Ну, не знаю, как вам вот эта первая версия серии. Я попробую сделать фотографии какие-то рядом Наташины поставлю. Возможно, для большей важности как-то нам будет более понятно. Ну что, я стерла все свочи и продолжаю дальше. Оттенок идет Sling из палетки у Наташи. И мне кажется, я должна взять палетку The New Nudes. Худин оттенок под названием Kinky. В середине палетки получается с самого краешка. Очень интересный такой красивый цвет металлический. Конечно, он уже такой слабенький металлик. Но он невероятно красиво, мне кажется, смотрится. И вроде как максимально кажется мне похожим на то, что я вижу у Наташи. Снова остаюсь в тематике палетки The New Nudes. И следующий оттенок у нее называется Andy. Это такой вроде как розовый, розово-лиловый оттенок. Очень интересный. И мне кажется, здесь у нас есть вот этот вот Lace, который такой немного как с фиолетовым потоном. Тоже очень-очень красивым. Мне почему-то показалось, что он максимально хорошо похож на то, что нам представлено на сводчах там в Stories. И вот так вот выглядит оттенок Lace сейчас у меня на руке. Далее невероятно красивый, холодный, розовый с таким прямо серебряным каким-то потоном. Прямо выглядит как топпер. Может быть, им и является. И мне кажется, уже я должна взять еще один оттенок, конечно же, от JD Glow под названием Opal. Он невероятно красивый. Все спарклы, мне кажется, для того, чтобы копировать у Наташи, надо брать у JD Glow. Однозначно, мне кажется, они максимально должны быть похожи. И вот это моя версия этого серебряного. Я думаю, что он, возможно, максимально похож, но мне как-то вот передается. И оттенок у Наташи называется Psychedelic. То есть я им заменяю на Opal в своей коллекции. Аналог оттенку Groove я нашла в палетке The New Nude. И мне кажется, здесь вот этот вот Love Bite фиолетовый. Он как будто бы виноградный. Но, честно говоря, не знаю. Возможно, неполное будет попадание вместе с Наташиным оттенком. Да, здесь больше как будто бы фиолетовый. У Наташи, мне кажется, больше баклажана. Я думала, что из ноти взять что-то. Но, на мой взгляд, по свочам как-то вот ближе этот Love Bite оказался, нежели тот более темный. И, мне кажется, Groove вот может быть похож на этот оттенок. Следующий цвет обычный белый. Ничего такой не выдающийся. Такой очень меловой. И, может быть, в нем есть чуть-чуть больше розового потона. Поэтому я остаюсь с палеткой The New Nudes. И беру оттенок Bare. Мне кажется, он будет здесь точно максимально подходить под эту тематику. Он белый. Он немножко имеет такую чуть розовинку в себе. Но ее практически незаметно. И, мне кажется, это неплохой тоже аналоговый цвет. И для того, чтобы заменить последний невероятный баклажановый цвет, такой бургундий цвет, оттенок Rebellion, самый симпатичный, на мой взгляд, в палетке, я перерыла все. И, почему-то, вернулась опять же к своей ноте. Потому что, мне кажется, что оттенок Untamed, вот этот вот вино, больше всего подходит под то, что нам показала Наташа. Он тоже матовый вроде как. И достаточно плотный цвет. Очень-очень красивый. Я очень надеюсь, что он, конечно же, тоже будет нам подходить под эту тематику. И так что, да, решила выбрать его. И поэтому вторая версия вот этих теней у меня выглядит вот так. Ну, в принципе, как будто бы я все и подобрала. Я уже подготовила свое лицо и нанесла вот эту вот базу под тени. У меня это P. Louis в оттенке 02 Rumor. Далее беру вот эту кисточку свою плоскую для теней. И мне кажется, у Наташи там под бровью нанесен оттенок Vivienne. Там какое-то такое что-то розовато-персиково-белое. Но я, как обычно, беру палетку The New Nudes. И мои две копии. Это я буду смешивать оттенок Bare и Play. Вот эти два. И буду его наносить под бровь себе. Далее я очень долго разглядывала, что там у модели нанесено в складке века. И мне все-таки кажется, что это именно вот этот интересный холодно-коричневый оттенок в палетке, который называется Vivienne. И я его заменяю на свой такой же. Это у меня оттенок Americano от Makeup Geek. Вот так вот он называется. Я надеюсь, будет видно. У меня он из старых запасов. Вот она, сама тенюшка, приходит в такой вот коробочке. И я так пока еще его держу, потому что оттенок действительно такой очень яркий, холодный, насыщенный оттенок Americano. И на кисточку бочонок я думаю его нанести вот в эту часть. Как бы затемню века, попробую. Я буду без подложки это делать. Но, честно говоря, мне бы хотелось коричневого карандаша добавить. Потому что, мне кажется, у Наташи однозначно там нереально крутая пигментация. А здесь она может быть не настолько интенсивной. Далее я вытираю эту же кисточку. И мне почему-то кажется, что у Наташи вот в этой части века еще один темный оттенок. Второй, который у меня идет под названием Untamed из палетки The Naughty от Hoodie. И у Наташи он назывался Rebellion. Я, честно говоря, не знаю. Но я попробую, наверное, так сделать. Соединю вот эту часть. Аккуратно попробую с этим оттенком. Он достаточно яркий. Но мне почему-то кажется, что там он на модели есть. Так, ну что, очень какое-то все гранжевое получается. Но у меня нависшая века, поэтому я себе такое вот рисую активно здесь. И дальше, на мой взгляд, идет в крайней части глаза оттенок Pastry. И мне кажется, это вот такой вот аналог этого вот моего оттенка Please Me. Я буду, наверное, его наносить. Он, в принципе, достаточно темный. Если мне не хватит глубины, я что-нибудь еще добавлю. Буду наносить, думаю, что пальцем для большей яркости цвета. И на внутренней части века, мне кажется, однозначно нанесен оттенок Swing. И я беру вот такую кисточку искусственную от KIKO. Это у меня номер 52. Оттенок из Donny Nude. У меня идет вот этот вот Kinky. Мне кажется, он максимальнее всего здесь похож. И я его наношу на внутреннюю часть. На нижнюю часть века я тоже наберу на такую вот кисточку тоненькую оттенок Kinky. И добавлю его буквально чуть-чуть сюда вот во внутреннюю часть. И нижнюю часть века я также этой же кисточкой проработаю тоже оттенком вот этим Spanked. Это, мне кажется, версия ее теней Amara из палетки, который оттенок называется. Я не знаю, но я просто попробую его сюда добавить. Посмотрим, что получится. Может быть, там, конечно, у нее и идет вот этот темно-коричневый. Но я добавлю этот. Хотя я посмотрела, я думаю, я все-таки чуть-чуть добавлю на эту же кисточку буквально на краешек нижнего века оттенок Americano от Makeup Geek. Мне кажется, необходимо все-таки немножко коричневого сюда тоже добавить. Мне кажется, у Наташи там ничего не нанесено на модели, на внутреннюю часть века. Но мне что-то как-то хочется добавить себе что-то посветлее сюда. И для этого я беру вот эту кисточку бочонок у меня старинный от Costal Sands и оттенок от J.D. Glow под названием Opal. Очень красивый, хороший оттенок. Я его добавлю просто чуть-чуть буквально на внутреннюю часть. Я не знаю, хочу вот высветлить, что-то у меня как-то темновато здесь. Ну вот, как-то так. Теперь я прокрашу верхнюю слизистую коричневым карандашом. Стрелку делать не буду, накрашу ресницы и тогда уже вернусь к вам. Ну что, ребята, немножко сумбурное видео. Но я надеюсь, что я как-то дала вам понять, как это все выглядит. Как можно скопировать то, что вы видите в новых релизах. И я, конечно, честно говоря, сама не знаю, насколько у меня это удалось сделать. У меня есть обе худы. Честно скажу, что в ноте качество получше. В The New Nudes, конечно, уже такие немного сухие матовые. И я не знаю, насколько хорошо они будут работать. Понятное дело, что это все надо использовать. Столько уже теней. Я понимаю, что то, что я вам показала, не может быть аналогами на Наташу. Однозначно там, может быть, немножко отличается и под тон, и, конечно же, качество. И поэтому я сама до сих пор не знаю, как быть. Мне очень нравится гамма. Но вроде как у меня есть что-то похожее. Мне, кстати, понравился вариант макияжа, который я сделала. Я надеюсь, что он тоже как-то был немного схож на тот, что показала нам Наташа. Мои свочи не совсем, наверное, были похожими. Но, в принципе, я думаю, что вот эту вот какую-то такую более осеннюю, романтичную тематику мне удалось в них передать. Как вы считаете, стоит ли брать эту палетку? Вообще, будете ли вы ее брать? Интересно ли вам посмотреть мой обзор? Возможно, такое же видео сравнение, если я возьму ее в итоге и в полные какие-то впечатления на нее. Еще интересно, полезно ли вам вообще такого рода видео, как я сейчас сделала. Конечно, я однозначно соглашусь с тем, что очень сложно вот так вот для одного макияжа скакать по разным палеткам. Гораздо удобнее, когда все это в одном формате, компактном. Привлекает, конечно, меня эта цена максимально, так как это средний размер. Однозначно, я бы не брала ее большую палетку. Но вот все остальное, качество, цена, цветовая гамма, очень такая хорошая, мне кажется, ежедневная, однозначно завлекает. Все равно, вот я надеюсь, что когда сделаю это видео, мне может быть что-то станет понятно. Я, возможно, как приду к какому-то выводу. Но пока, честно говоря, даже не знаю, что вот делать. Буду рада услышать и ваше мнение на тот счет. Может быть, у вас какие-то есть доводы, которые меня смогут отвлечь от этой покупки. Ну что, на этом я хочу закругляться. Буду рада продолжить общение с вами в комментариях. И, как обычно, я вам хочу пожелать только самого крепкого здоровья. Всем прекрасного настроения. Хорошей, теплой вам осени. Ну, а я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока!